Самый большой ковидный госпиталь на Дальнем Востоке закрывается. 26 апреля он перестанет принимать инфицированных COVID-19. Уже 4 мая больница начнет работать в обычном режиме. Статистика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией упала до 30-40 заболевших в сутки. Ничтожно мало по сравнению с ноябрем прошлого года, когда каждый день коронавирусом заражались сотни пациентов. Облегчение, я бы сказал. То, что порой даже не верится, что можно будет приходить к пациентам без специальной экипировки, вернуться к обычному образу жизни, обычной своей работе. В красной зоне вдаль заводской можно написать роман. Врачи вспоминают, как закончились койки в палатах. Мощность госпиталя – 310 мест. Количество пациентов перевалило за 450, и люди продолжали пребывать. В этот день медики приняли единственное верное решение – пациентов разместили на матрасах прямо на полу. Ковидный госпиталь напоминал военные, но помощь получили все пациенты. Эти пациенты готовятся к выписке. Коронавирус перенесли без тяжелых последствий. Но так повезло не всем. Любовь Станиславовну тоже выписывают, но за ее жизнь врачам пришлось сражаться. Женщина сама пришла в госпиталь, но состояние было настолько тяжелым, что она даже не помнит, как ее госпитализировали. Дальзаводская – больница многопрофильная. Именно поэтому ее ровно год назад переоборудовали под ковидный госпиталь. Хронические заболевания осложняют течение коронавирусной инфекции. В Дальзаводской под одной крышей работают узкие специалисты, которые могут распутать сложный медицинский клубок. Некоторые не вынесли нагрузки и уволились. Те, кто остался, коллег не винят. Смены по 12 часов в костюме, которые не пропускают воздух. Рубцы на лице от защитных очков. В такой ситуации никто из медиков еще никогда не был. Сложно представить, как медицинский персонал проводит в этих защитных костюмах от 6 до 12 часов в день. Наша съемочная команда провела в этих костюмах всего 40 минут, но уже все тело обливается потом. К тому же невероятно морально сложно смотреть на пациентов, которые тяжело дышат, кашляют, буквально задыхаются. Госпиталь закрывается, но планировка помещений останется прежней. Пандемия не закончилась, а значит в любой момент врачи готовы войти в красную зону. Пока останется еще пациент в городе Владивостоке с диагнозом коронавирусная инфекция, мы все равно будем в готовности, что эта инфекция в любой момент может распространиться. Потому что инфекция действительно опасная, трудноизлечимая, малоизученная. И как будет развиваться вирус, как он будет мутировать, какие свойства он приобретет в дальнейшем, никто не знает. 26 апреля госпиталь торжественно закроют, врачей наградят. Но пандемию уничтожит только коллективный иммунитет. А значит, подавляющее большинство россиян должны привиться. Сами медики говорят, что им предстоит другая война за вакцинацию. Олег Завьялов, Иван Еворский, Станислав Лазебный. Новости на 8.